Пять лет занятий, тренировок, практик. В праздничный день ребятам вручили удостоверение на право носить васильковый берет. Это особая награда, получить которую непросто. Нужно обладать высокими моральными и волевыми качествами, активно и успешно участвовать в работе военно-патриотического клуба. Новоиспеченные вымпеловцы при своих товарищах и руководителях дали клятвенные обещания. Перед лицом ровесников, представляющих города и села России, перед лицом своих наставников, защитников Родины, моих старших боевых братьев, перед памятью павших за нашу отчизну, перед взорами моих сограждан и перед собственной совестью торжественно клянусь, достоинством и честью носить звание курсанта клуба, соблюдать установленные законы единоначалия и правила поведения в клубе. Кроме сертификата на право ношения берета, участники клуба получили памятные медали в честь праздника, а кто-то из звания. Отметили тех ребят, кто на протяжении долгих лет занимались в Уимпеле и проявили себя. Вам повезло, что у вас руководителем вашего отряда является Илья Александрович Булдаков. Это не каждому дано заниматься с детьми, тем более заниматься военно-патриотическим воспитанием. Человек постоянно с огоньком в глазах просится ко мне на контракт, просится на сборы, но я думаю, что Илья Александрович, вы занимаетесь более важным делом. Здесь у нас на месте вы учите детей патриотизму, готовить их взрослой жизни. За плечами этих ребят многочасовые тренировки. Летом они вместе с руководителем идут на сборы в лес. Так они проводят дни каникул, вечером возвращаются на ночевку домой, а утром вновь на природу. Там они учатся выживать в лесу, правильно разжигать костер, кипятить воду, варить супы, сооружать лежанки на деревьях и кустах, стрелять. Практикуются в беге по пересеченной местности. Ребята имеют навыки оказания первой медицинской помощи, тушения пожаров, надевания ОЗК, сборки и разборки автомата. Хочется вам пожелать дальнейшего развития. Можем тоже связывать свою дальнейшую службу с армией или жизнь с армией, так скажем, или выйдет замуж за военную. Мы видели, как вы укладываетесь на 100 и больше процентов. Даже девчонки не уступают парням. Это очень приятно, что есть задор. Ребята берут пример даже с вас, девчонки. А так хочется пожелать вам дальнейшего развития. Все-таки Бог правильно скажет, чтобы вы любили свою родину. Кристина Константинова в клубе «Вымпел-Устюг» с самого основания. Она помнит каждую тренировку, каждый поход, каждый день, проведенный вместе с единомышленниками. Девушке вручили знак отличия. Кристина уже на четвертом курсе в Вологде, заканчивает учебу по направлению пожарная безопасность. Ребята из клуба «Вымпел-Устюг» называют на сборах Кристину не по имени, а по позывному «Сова». Так вот получилось, что я все время помогаю своим младшим товарищам, которые только пришли или еще что-то. Любую помощь, которую они у меня просят, я им помогаю. Ребята здесь вообще отличные, я бы так сказала. Они на любую услугу, если ты попросишь, они всегда придут к тебе на помощь. Помогут тебе, подскажут даже что-то, научат чему-то. Илья Булдаков руководит патриотическим клубом «Вымпел-Устюг» все пять лет. Устюжанину пришлось с самого начала поднимать в городе объединение военно-патриотического направления. Много детей было, во-первых, которые занимались, которые кто-то поступал в военные вузы, кто-то в колледжи, МЧС, других каких-то структур. Команду удалось собрать, которая готова помогать, причем бесплатно, потому что они понимают, что дело хорошее. Это и бывшие военные, это и обычные гражданские работники. Впереди у «Вымпеловцев» большие планы. По словам руководителя объединения, все задуманное непременно получится. Ведь «Вымпел-Устюг» – это большая и дружная команда. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Татьяна Меркурьева, телеканал «Русский Север».